Так, микрофон там, да? Микрофон кликер на балкон. Это вправо, да? Это вперед, а это назад. Хорошо. Добрый день, меня зовут Овенек Николаев и я аналитик проекта «АЗА». Итак, криптовалютные биржи. Друзья, давайте сейчас по, видимо, кликер-клубер аппарат переключать на сайт, который был калорий спикер. Мне говори, да? Переключите. Итак, криптовалютные биржи. Есть централизованные, есть децентрализованные. Сегодня я буду рассказывать о трекциях по централизованным, так как на их долю приходится более 95% поворотов и клиентов. Тем более, что 150 не хватит ни одна децентрализованная биржа. Переключите. Раньше посмотрели на эти цифры. За последние 19 месяцев криптовалютно выросло более чем 20 раз криптовалют. 19 до 2013. Комната так меняется, что уже сегодня на полу 4 с того криптовалюта составляла. И этот взрывной спрос не мог не повлиять на сервисы, крипто-биржи, которая обслуживает клиентов. Так Bitfinal закрывал полностью регистрацию для клиентов. Binance то открывал, кто частично закрывал регистрацию. Crackenfot не закрывал регистрацию, но при этом у него не было недоступной верификации, что делало невозможность в торговле. Вот его средства. Показательные исследования. Например, ведущий инженер Bitgo, который проводился в Твиттере, он просил 1600 человек. Как долго люди проходили верификации? Более 70% проходили верификации более одной недели. Притом, каждый пятый опрошенный ждал более двух месяцев. Такой взрывной рост и не мог не пройти нашу фиатную биржу Bitfinal. У нас увеличилась криптовалюта регистрации несколько раз. Но мы уверенно справлялись с этим потоком, что не могло радовать нас и клиентов. Показал один прекрасный день, и один из журналистов не решил написать одну статью. Он на самом деле хотел купить Ripple, но у него не получилось это сделать только в бирже, и поэтому он сделал это у нас. При этом зарядно помучить хапов. И вот, и написал об этом статье. 2 января вышла статья на сайте CNBC. Это сайт, посещаемостью 98 миллионов в месяц. И глядим на этот график, негативный график регистрации. Если у нас 2 января было 5000 регистраций в сутки, то уже 3 января у нас было в 10 раз больше за 8000 регистраций. И вы знаете, что случилось с нашим отделом регистрации и поддержки? 3 января. 3 января. 3 января. 3 января. 3 января. 3 января. 4 января. Рассиам. 4 января. Подhelp 1 января. 2 января. 2 января. 4 января. При этом биржам не мешают зарабатывать, клиент, по сути, знает все эти проблемы, все равно идут, потому что альтернативы нет. Первая статья дохода в бирж – это процент со сделок или, так называем, комиссия ФИИ. Я взял оборот в топ-3 бирж в 3 дни, это было 27 миллиардов. Комиссия оборот уходит из шанса, зависимо от объемов торгов. Ну, по больнице, на 2,15%. В среднем, может быть, вложить доход в сутки, бирж составляет около 2 миллиардов 700 тысяч долларов. На самом деле, по нашему опыту, это у нас основной был источник дохода до около 30% на 2. Следующий наш источник дохода – это перепронтажа реечной фитнеси. Что такое фитнес? Это когда биржа для решения огромной цикленности покупает у других поставщиков биржи, киты, для других поставщиков. Как это выглядит? Эта биржа на своем станции размещает аналоги на продажу или покупку с других мест. И, соответственно, клиент, который хочет продать на нашей платформе биткоин, возможно, он обменяется с каким-то клиентом на полониксе. Вот так это работает. И этот источник и биржа закладывает доход в этот конверт, и у нас доходило до 70% суточного дохода. Но, соответственно, еще раз все больше объемы бирж, торгов, этот источник падает в процентном соотношении, потому что клиент тоже перекрывается внутри платформы. Еще стоит отметить такие варианты заработка, это как листинги. Листинги – это когда на бирже добавляется новая криптовалюта. Соответственно, компании, которые листятся, они платят за это от 1000 долларов до 50 тысяч долларов. Это маркетинговые акции, криптовалют. Это когда какой-нибудь владельцы койлов или комьюнити решают провести промоушен какой-нибудь в виде гэлбэев, конкурсов. И тогда, соответственно, выделяем призовой фонд. Цифры. Мы думали, что еще год назад дали на эти цифры, сколько зарабатывает топовая биржа. Мы думали, что казалось невозможно конкурировать с топами. Глазад еще, пожалуйста. Казалось, что невозможно конкурировать с топами. Но у них есть проблемы. Топовые проекты были созданы в 2012 и больше, чем 2014 год. И нельзя сказать, что 2014, 2015, 2016 годы были особо прибыльные. И поэтому не было у этих проектов за что развивать свой сервис в соответствии с рынком. И если имея хорошую команду и инвестиции, то реально захотите в топ. Это показали такие проекты, как... Включите. Включите, пожалуйста. youtube Включите решили частично проблему с ликвидностью, что не могут себе производить проекты, которые стартуют с нуля. Также они получили сообщество инвесторов, это комьюнити, которые заинтересованы в формировании положительной репутации проектов. И еще неважно вам, это они внедряют собственную криптовалюту, которая порой увеличивает объем торгов до 100%. Соответственно, чем больше объем торгов, тем больше биржа в рейтинге, и она вызывает больше деревьев у новых приемов. Если еще в 2017 году это была не такая опробованная известная модель, вынестились в такие проекты, то те, кто инвестировался, получили свои выгоды. Биллкоин финанс вырос более чем 80 раз. А Купоин более чем 20 раз. Переспечите. Как показывают графики, старт биржи через интервью с ICO, это удобно как для проектов, так и для инвесторов, потому что это понятная бизнес-модель. Из основа нашего проекта Асбек легла коллективная биржа плюс к элементу социального отрейта. Презентацию проекта мы презентуем на конференции на конференции в Нью-Йорке в мае. Если мы определились с тем, как стартовать наш проект, следующий вопрос, который у нас стоял, это какую биржу выбрать, фиатную или коиновую. Как я же рассказывал ранее, у нас было опыт работы фиатной биржи. Мы решили провести исследование, почему так, почему у нас возникли проблемы, в чем была причина. Оказалось, что 15% пользователей, только 15% пользователей, хотели купить крипту за фиат. И этого небольшого количества людей оказалось достаточно, чтобы положить идеи верификации высокого. И поэтому мы решили, что в нашем опроекте будет только крипто-крипто. Также это показывает и анализ топовых игроков на рынке. Не только топовых. В этом примере, чтобы не перегружать, я выбрал только две биржи. Две биржи фиат и две биржи от коинера. Это период анализа с 11 декабря по 11 января, на котором видно, что при том, что на конец анализа уже был пик капитализации 800 миллиардов. При этом, как видно на графиках, фиатный бирж Битфанд и Битфайликс никак не участвовали в этом тренде растущем. Они торговались примерно в тех и тех же объемах и могли пробиться в определенных потолонах. При этом альткоиновые биржи, такие как, например, на примере Binance и Elkex, они росли весь период, объем суточных торгов. Я думаю, что самое удивительное и показательное, самое удивительное, вот эти пики, которые показывают, что альткоиновые биржи могут при необходимости за пару дней масштабироваться в 2-3 раза в объеме. Это еще раз подтверждает правильность нашего выбора, потому что будет у нас ближе криптотипта. Если останутся еще вопросы, то вопросы ответят на стенде. Спасибо за внимание. Спасибо.